МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроект о прямых выборах губернатора поддержан депутатами в первом чтении. Напомним, документ разрабатывался по аналогии с другими регионами России. Кандидатов на пост главы города будут выдвигать политические партии. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в 72 из 76 субъектов страны, где предусмотрены всенародные выборы губернатора. Перед вынесением на сессию законопроект прошел общественные слушания. После принятия в первом чтении определены сроки внесения поправок. Также документ будет направлен в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для окончательной правовой экспертизы. По этому законопроекту все-таки к первому чтению было подготовлено только заключение, содержащее правовые замечания. Именно потому, что юридико-технические, лингвистические – это огромный объем замечаний, которые требуют своего устранения. Мы над этим работаем уже с Михаилом Юрьевичем, и коллегами из правительства эти моменты обсуждали. И это совсем другого рода замечания. Замещания, которые должны быть устранены для того, чтобы закон был корректным. Предусмотрели возможность выдвижения только политическими партиями. Если поправки, соответствующие, предусматривающие самовыдвижение, поступят, то, естественно, никаких юридических препятствий для их принятия нет. То есть позиция разработчиков сводилась к тому, что достаточно абсолютно круг субъектов для выдвижения. Я назвал огромное количество политических партий, которые официально зарегистрированы Министом России, это 77. И даже если исходить из названия этих политических партий, мы прекрасно видим, что они отражают интересы всех слоев российского общества. Активное обсуждение вызвал проект о внесении изменений в закон об ограничении продажи алкоголя. Инициаторами предлагается запретить реализацию спиртного в ночные часы в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Мнение законодателей разделилось. Одни считают, предлагаемые изменения предоставят неоправданные конкурентные преимущества предпринимателям, торгующим алкоголем в отдельно стоящих зданиях. Другие же видят в этом ограничении социальное благо, которое позволит снизить количество алкозависимых. Вы понимаете прекрасно, что многоквартирный жилой дом, если в таковом есть точка общепита, которая круглосуточно торгует алкоголем, то это, безусловно, нарушает права граждан, закон о тишине, который у нас был принят. Но и просто противоречит здравому смыслу. Поэтому ограничение возможности продажи алкоголя, но не закрытие таких торговых точек, я еще раз подчеркиваю, не закрытие точек общепита, а ограничение возможности продажи алкоголя. Мне кажется, это совершенно нормальная норма. Когда у нас коллеги говорят о том, что пострадают предприниматели, я не думаю, что они пострадают, потому что мы не говорим о закрытии магазинов или точек общепита. Мы говорим только лишь об ограничении времени, в течение которого может продаваться алкоголь. В ходе пленарного заседания депутаты утвердили план работы на шестую сессию. Как отметил заместитель председателя законодательного собрания Александр Андреевич Кулагин, парламентариям предстоит принять 72 законопроекта. Сергей Краснослободцев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Такой сюжет. Год начался очень плодотворно, с очень важных вопросов. Среди этих вопросов, рассмотренных на этом пленарном заседании, был вопрос о бесплатной приватизации жилья для крымчана, продлении. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, немножко некорректную информацию вы сейчас озвучили, потому что закон о бесплатной приватизации звучал не в нашем стенах законодательного собрания, а в стенах Государственной Думы Российской Федерации. И это как раз было пятницу пленарное заседание, где рассматривали проект нашего закона. Это была законодательная инициатива законодательного собрания города Севастополь о том, чтобы для жителей Крыма и Севастополя эту бесплатную приватизацию продлить еще до 2020 года. Я хочу напомнить севастопольцам, что в Российской Федерации бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2017 года. Мы вынуждены были обратиться, потому что у нас действительно еще много категорий населения не приняло решения, не воспользовалось правом приватизации. Несколько вопросов, связанных с нашей интеграцией в правовое поле Российской Федерации, которая приостановила возможность принятия такого решения. Поэтому мы с такой инициативой вышли. И в пятницу в первом чтении концепция закона была поддержана. Она была интегрирована в другой закон, но наше предложение о том, чтобы продлить для Крыма и Севастополя, оно было поддержано. Вызвало такое бурное обсуждение в Государственной Думе, потому что туда добавили еще несколько категорий россиян, которые не успели воспользоваться правом приватизации. Ну и бурно обсуждался вопрос реприватизации, потому что многие граждане, к сожалению, не выдерживая финансовой нагрузки по жилищно-коммунальным услугам, уже готовы принять решение о том, что отдать квартиру государству, но чтобы часть коммунальных услуг оплачивала государство. То есть вот такие вот тонкости. Еще один такой вот вопрос, который сейчас, наверное, у всех на слуху, это «Парк Патриот», да? Дайте, пожалуйста, вашу оценку итогам общественных слушаний по этому поводу. Ну, вы знаете, опять же, в первую очередь я хочу сказать, что проходило мероприятие под названием «Общественное обсуждение», потому что у нас есть специальный закон о общественном контроле, где мы прописали несколько вариантов участия общественности в рассмотрении тех или иных вопросов жизнедеятельности города. Для нас это было очень важно. Мы, идя на выборы, говорили о том, что максимальное участие населения, общественности. Вот, кстати, мы и доказали принятием изменений в устав, что люди должны выбирать себе губернатора города Севастополя. И здесь тоже это очень важный вопрос, потому что речь идет о судьбе достаточно большого земельного участка городского. Это городской ресурс, это развитие города, это, ну, можно сказать, зеленая зона города, это источник водоснабжения города и так далее. Можно по-разному описывать этот участок, но, на мой взгляд, прежде чем принимать любые градостроительные решения, нужно хорошее профессиональное заключение компетентных организаций, комиссий и так далее. Потому что на сегодняшний день, насколько я понимаю, не проведена ни инвентаризация зеленых насаждений, не сделано полное обследование объектов культурного наследия, которые там находятся. Полностью не дано заключение, хотя в проектах схемы водоснабжения города Севастополя задействовано водохранилище, но тоже полного обследования нет, и полного заключения, которое прошло все этапы, тоже нет. То есть, на мой взгляд, прежде чем принимать решение о том, что мы будем строить, хотя это очень позитивно для города иметь такой парк «Патриот», где молодежь в нормальном формате, в том формате, как он сделан в Кубинке, чтобы действительно дети, молодежь получали какую-то информацию, занимались там, спортом занимались, развитием занимались. То есть, сама идея парка очень хорошая, но пока по размещению я, как севастополец, не совсем понимаю, почему выбрано именно это место. Да, там действительно есть кусок, на котором проходится байк-шоу, там действительно это место можно было задействовать, но это не такое уж большое по территории место, хотя задекларировано порядка там 400 гектаров. То есть, это очень много. Ну, вот как альтернатива в районе 30-й береговой батареи его поставить этот парк расположить? Вы знаете, да, это хорошая такая альтернатива, потому что сама 30-я батарея уже много раз, все в украинские времена, когда музеифицирована была 35-я батарея, было много идей и разговоров и предложений по музеификации 30-й батареи. По сути говоря, там очень часто и проходят экскурсии, потому что она действующая батарея, на ней можно показать процесс, как это все должно происходить. Конечно же, стрельба не происходит, потому что, по информации старожилов, последняя стрельба из пушек 30-й батареи привела к печальным последствиям для близлежащего населенного пункта. Но, тем не менее, рядом есть заброшенная воинская часть, где как раз и было бы возможным реализовать именно детский центр патриотического воспитания. Без гостиниц, без гольф-клубов, а именно то, чего нужно, чем мы называем патриотическое воспитание, а не досуговое больше такой вот объект. На воспитательный, да, чтобы дети и спортом занимались, нормы ГТО сдавали, чтобы они видели оружие, чтобы гости города приезжали, могли попасть на это музеифицированное место, увидеть тоже историю города и мощь наших вооруженных сил. То есть комплексное такое. Тем более, что, вы знаете, у нас очень много батарей исторических, которые нужно тоже вводить в этот музейный оборот, потому что они стоят заброшенные, там внутри сплошной мусор, надо вычищать, приводить в соответствие и музеифицировать. Поэтому и решать вопрос с застройкой, потому что мы знаем, что часть батареи у нас потеряна из-за застройки. Вот это вопрос, который требует комплексного решения, а не так, что мы берем там кусок земли свободной, давайте мы его застроим. На мой взгляд, это неправильно и сложно будет потом объяснять нашим потомкам, что мы застроили, простите, все зеленое окружение города Севастополя. Ну да, ну и память надо сохранять, то, что осталось нам от прошлого, каким бы горьким оно ни было. В конце года был принят в первом чтении закона выполномоченным по правам предпринимателей. Сколько человек выдвинули свои кандидатуры на этот пост, на эту должность? Значит, мы сделали, да, субъектами выдвижения кандидатуры у нас были субъекты законодательной инициативы. Была предложена поправка, чтобы выдвигали общественные организации, но такую поправку мы не смогли принять, поскольку она была недоработана, то есть там было ограничение тех организаций, которые могли бы выдвигать. Что касается предпринимателей, там скорее не общественные организации, то есть не объединение граждан, а скорее ассоциации, союзы, объединяющие юридических листов, работодатели и так далее. Но мы нашли простой выход из положения. Лично я с трибуны законодательного собрания сообщил севастопольцам, что внесу все кандидатуры, которые будут представлены теми организациями, которые в Севастополе занимаются защитой прав предпринимателей. На сегодняшний день, насколько мне известно, внесено таких предложений по пяти кандидатурам, четыре из них внес я. В ближайшее время, скорее всего, завтра, как описано в законе, на сайте законодательного собрания будет опубликована информация. И в течение десяти дней предпринимательское сообщество города Севастополя может по данным кандидатам направлять свои замечания, предложения, пожелания. После этого мы всю эту информацию будем отправлять в адрес уполномоченного по правам по защите прав предпринимателей Российской Федерации на согласование, как требует федеральное законодательство. После получения согласования уже на пленарном заседании законодательного собрания будем рассматривать все согласованные уполномоченные федеральным кандидаты. И когда он будет утвержден? Примерно весной где-то? Пожалуй, да. Поскольку у нас уже остался зимний месяц февраль, то, судя по срокам, где-то, наверное, в начале марта мы как раз в повестку дня и включим этот вопрос. Ну и вот как раз плавно перешли уже к весеннему пленарному заседанию. Какие планы на это заседание? Какие законопроекты нужно утвердить, рассмотреть? Ну вот сейчас мы смотрели с вами сюжет по поводу законопроекта о выборах губернатора города Севастополь. На самом деле он очень важен и с политической точки зрения, и с юридической точки зрения очень важно его принять в таком достойном, отработанном виде. Когда начиналась работа над этим законопроектом, мы брали за основу модельный закон. Это закон, который был разработан Центральной избирательной комиссией и предполагался к использованию субъектами. Но он был разработан в 2012 году, и с того времени уже федеральное законодательство значительно изменилось по избирательному праву. Поэтому мы были вынуждены дорабатывать этот закон и приводить его в соответствие уже действующему федеральному законодательству. На предыдущем пленарном заседании был принят в первом чтении этот проект закона. Сейчас идет подготовка ко второму чтению. Идет срок на внесение поправок. Насколько я помню, у нас срок внесения поправок это конец февраля. То есть на мартовской сессии мы уже рассмотрим этот закон во втором чтении. Хочу сказать, что проходили опять же общественное обсуждение этого проекта закона. Достаточно много было выдвинуто предложений. и мы постарались по крайней мере услышать все эти чаяния, которые люди предлагали. К сожалению, много вопросов я уже с трибуны говорил о том, что много вопросов не в нашем ведении. Например, мы не можем исключить из числа людей, которые придут на избирательные участки, военнослужащих срочной службы. Потому что федеральное законодательство предполагает такое исключение только на муниципальных выборах. Мы не можем этого сделать сейчас, пока не изменено федеральное законодательство. Но и с точки зрения целесообразности я тоже хочу сказать, что в этом не вижу никакой целесообразности на сегодняшний момент, потому что очень много севастопольцев проходит срочную военскую службу как раз в Севастополе. И если бы мы исключили эту норму, то у нас севастопольцы были лишены избирательного права, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. То есть это основной закон, который на сегодняшний момент стоит в повестке дня. У нас достаточно такая обширная повестка дня и план законодательной деятельности можно посмотреть на сайте законодательного собрания. Мы стараемся принять все те законы, которые необходимы городу. Большое спасибо за содержательную беседу и желаю вам творчества в законотворчестве. Спасибо вам большое. Это была программа в контексте об изменениях в ряде законопроектов, принятых на январском пленарном заседании. Говорили с заместителем председателя законодательного собрания Александром Кулагиным. Далее в эфире вы видите еще. Очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин